МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обследование и техническое обслуживание газового оборота. Согласно договору, с МОСОГОМ дали промывка и переборка теплообменников. В котельных Люберец начали проводить пробные топки. Электросамокарк должен эксплуатироваться только на тротуаре с определенной скоростью, где электросамокарк не должен лежать в одной же части. В Люберцах состоялось общегородское родительское собрание. Призеры будут награждены дипломами, медалями. Победители будут награждены кубками. О турнире по фехтованию Люберецкая рапира расскажу в финале выпуска. А теперь подробнее о всех событиях. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел еженедельное оперативное совещание. Об итогах проделанной работы за прошедшую неделю отчитались у руководителей силовых ведомств и структурных подразделений. Подробности далее. Уважаемые коллеги, доброе утро. Начнем наше совещание. Сегодня ряд вопросов, которые нам предстоит обсудить. Это работа транспорта. Бабылев Александр Павлович. Компания «Ран Транс» прекратила обслуживание 22 маршрутов на территории городского округа Люберца. Ежедневно ведется анализ обращений жителей в социальных сетях. Выявлено две горячие точки с наибольшим количеством обращений на большой интервал движения. Это станции метро «Некрасовка» и метро «Лермонтовский проспект». По каждому обращению проводится работа с руководством транспортной компании и Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Доклад от Толстякова Виктора Сергеевича по работе единой диспетчерской службы. В единую диспетчерскую службу поступило 4913 звонков, из которых было зарегистрировано 1746 обращений. По проценту выполненных обращений с нарушением срока в красной зоне у нас две управляющие компании. Это управляющая компания «Смарт-сервис» и «Вира-сервис». С руководством этих управляющих компаний уже эти закрытые заявки с опозданием обсудили. Там все обращения, которые были закрыты с опозданием, связаны с работой подрядных организаций по видеонаблюдению и домофонам. Следующий доклад от Дмитрия Юрьевича Баранова по тем обращениям жителей, которые поступают из социальных сетей. Парковка большегрузного транспорта в городской черте, как мы видим по фотографиям, пока не возымела успеха. У нас связано, видимо, с тем, что Михаил Владимирович в отпуске с Андреем Евгеньевичем. Вы-то что, не занимаетесь? Нет, Владимир Михайлович, за предыдущую неделю мы эвакуировали 10 автомобилей грузовых. Работа эта не останавливается. Сейчас переключимся, тогда сюда на 60 лет победы на Комсомольский проспект. За неделю справимся? Конечно, Владимир Михайлович, справимся. На следующей неделе доклад, какое количество машин вывезли, куда, какие меры приняты. И доклад, завершающий у нас о спорте. Андрей Николаевич, пожалуйста. У нас завершилась аукцион по капитальной ремонту спортивной школы Олимпийского резерва. Капитальный ремонт пройдет в 2025 году. Однако в этом году начнется проектирование. По вашему поручению на текущей неделе завершается освещение стадиона Балятина. Данные работы позволят увеличить работу стадиона минимум на 3-4 часа в ночное время за счет освещения. Всем хорошей рабочей недели. Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, которые коснулись бюджета муниципалитета на ближайшие три года, а также изменений категории населенных пунктов. Тему продолжит наш корреспондент. У нас сегодня из 31 депутата присутствует 21 депутат. Какие будут предложения? Начальник. Кто заданное предложение? Представитель депутатов. Прошу согласовать. Первый вопрос повестки дня – внесение изменений в бюджет на текущий год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходную часть казны городского округа Люберцы предлагают увеличить на 827 миллионов рублей. Итоговая сумма превысит 21 миллиард. Из чего это складывается? Налоговые и неналоговые доходы 656 миллионов рублей. НДФЛ 291 миллион рублей. Налог на имущество – 11 миллионов рублей. Налог на совокупленный доход – 36 миллионов рублей. Государственные пошлины – 11 миллионов рублей. И доходы от использования имущества – 12 миллионов рублей. Также поступают нам субвенции и субсидии. Дотации и субсидии из вышестоящих бюджетов. Это в основном на благоустройство. Вопросы по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения. Во время заседания депутаты городского округа Люберцы рассмотрели вопросы, касаемые изменения категории сельских населенных пунктов. Жили на один, Мирный и деревню Марусино предлагают преобразовать в поселки городского типа. Деревню Марусино в настоящее время насчитывает уже 9206 человек. Развивается интенсивно с 2011 года. В основном это пятиэтажные дома. Инфраструктура насчитывает две общеобразовательные школы. На 850 мест один детский сад. Поликлинику, два торгово-развлекательных центра. Центральное отделение МОСОБУ ПОШ-СПАС. Не существует автобусное сообщение как с городом Люберцы, так и с городом Москвой. На территории деревни также имеется развитая коммунальная инфраструктура. Свет, электричество, газ, водопровод также соответствует по всем признакам поселка городского типа. 19 депутатов за это решение. Один выступил против и еще один воздержался. В конце встречи народные избранники единогласно поддержали ходатайство о награждении главы городского округа Люберцы знаком за заслуги перед Московской областью третьей степени. Луиза Игия Зарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. На объектах теплоснабжения Люберец проходят пробные топки. Это необходимо для того, чтобы убедиться в работоспособности системы до старта отопительного сезона. На одной из котельных, которая прошла тест-драйв, побывала Луиза Игия Зарян. Так как у нас система уже заполнена, мы открываем систему. Несколько движений и тепло подано. Котельная, расположенная на Октябрьском проспекте, полностью готова к отопительному сезону. Осталось только убедиться, что все функционирует в штатном режиме. Для того, чтобы система работала как часы, было приложено немало усилий. Над этим команда теплосети трудилась все лето. Обследование и техническое обслуживание газового оборудования. Согласно договору с МОЗ «Облгаз». Далее, промывка и переборка теплообменников. Ревизия запорной арматуры в обязательном порядке. И также проверка режимных карт процесса горения непосредственно на котлах. Работа оборудования показала, что подготовка к отопительному сезону проведена качественно. На пробные топки как итоговый вердикт. Либо система запущена удачно, либо нужны срочные меры по устранению неполадок. Данное мероприятие будет проведено на всех котельных. Согласно графику, каждая ресурсоснабжающая организация проведет пробную топку. Здесь все прошло штатно. Все было выполнено согласно регламенту. Все работает. На сегодняшний день все 82 котельные в городском округе Люберцы готовы к отопительному сезону. Когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов, они заработают в полную мощность. В первую очередь тепло придет в социальные объекты. Затем постепенно начнут подключать многоквартирные дома. Уиза и Геозарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В поселке Красково начали строительство надземного пешеходного перехода. Надземный пешеходный переход на пересечении улиц КАЭЗЕ и Егоревского шоссе начали возводить по просьбам жителей. В настоящее время идут подготовительные работы. Уже оградили территорию и демонтировали опоры освещения. Мост будет состоять из трех основных частей – пролетного строения и двух павильонов с лестницами. Также для обеспечения подъема пешеходов и маломобильных групп населения проектом предусмотрены лифты. Окончание работ запланировано на конец второго квартала 2025 года. В городском округе прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз она состоялась в парке Малаховское озеро. Там завершилась масштабная очистка водоема. Это и стало главной темой встречи. Тему продолжит наш корреспондент. Хотелось бы знать, как наглядно отражена работа по очистке озера посредством представления общественности подводной съемки донного ландшафта Малаховского озера. Мы использовали тот метод, который применяется в том числе и на морях. Гидроэхолодцы с привязкой к GPS. К GPS, который сделал достаточно подробную съемку того, что мы сделали. На основании которой, обсудив с рабочей группой, мы приняли решение о том, что работа по проекту расчистки Малаховского озера завершена. Более того, наглядно на те участки, где вынимались донные отложения, загнали технику, убедились, что мы уже до песка дошли, до чистого песка. Проект по благоустройству Малаховского озера под контролем общественности. А последний, самый важный этап очистка водоема, которая стартовала в начале прошлого года, под особым вниманием. За время реализации госпрограммы специалисты извлекли и вывезли более 100 тысяч кубометров донных отложений. Сейчас подрядчик восстанавливает благоустройство. Весной на береговой зоне пройдет акция «Вода России», во время которой в очищенное озеро запустят мальков. Самые активные жители здесь, и самые образованные, подкованные во всех вопросах. Очистка Малаховского озера – тема номер один. Но жители поселка подняли и другие вопросы. Работа системы ЖКХ, благоустройство, транспорты и дороги. По маршрутному такси обращались, продлить там остановку надо до Красной Змеевки. Но мы посмотрим, сейчас там технические условия не соблюдены, дорога заужена. На следующий год постараемся ее расширить и, возможно, запустить маршрут до Красной Змеевки. Так, обращались еще по электропоселку. Первая дачная улица в ремонте была у Мосавтодора. Сейчас они ее почему-то убрали с ремонта. Мы ждем подтверждения от министерства. Скорее всего, они на следующий год ее перенесли, ремонт. Ну, все добьем, на следующий год сделаем. Выездная администрация – тот формат, который позволяет решить не только общественные вопросы, но и личные. Например, связанные с трудоустройством. Я кандидат социологических наук, столкнулась с проблемой трудоустройства в своем поселке, поселке Красково. И вот решила обратиться к представителям власти. Мне пообещали помочь в этом вопросе. Я бы, конечно, хотела быть полезна в том поселке, в котором я живу. Это было бы удобно мне прежде всего, потому что территориально – это всегда большой плюс – работать недалеко от дома. Такие выездные мероприятия администрация Люберец проводит регулярно. Они охватывают все микрорайоны и поселки городского округа. Вопросы, озвученные на подобных встречах, представители власти берут под особый контроль. Уиза и Геозарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. В поселке Красково состоялось торжественное открытие сквера. Работы по его обустройству шли с конца июля. За максимально короткий срок удалось создать новое современное пространство для игр и отдыха на свежем воздухе. Подробности в следующем материале. Территорию рядом с 56-й гимназией не узнать. Вместо обычной дороги, ведущей к объекту образования, появился целый игровой комплекс. Теперь путь к знаниям красковских школьников намного интереснее. Я, наверное, буду приходить заранее и здесь играть. И после школы немного. Новое пространство оценили и взрослые, ведь для них тоже созданы комфортные условия. Теперь родители будут ожидать детей после занятий на современной благоустроенной площадке. Я пришла с моим сыном. Мы живем в этом доме, в 26-м. Ждали этого открытия, проходили мимо, все время ждали этого открытия. Хорошо, что открыли. Нашим детям на радость. Целый день здесь точно, когда школы нет. Поэтому спасибо огромное всем, кто участвовал в этом. Тематика сквера неразрывно связана с космосом. На асфальте специальной краской нанесены звезды. Цвета резинового покрытия создают атмосферу глубокого космического пространства. Ключевой элемент – мурал на стене дома 26 на второй заводской. С изображением первого руководителя и главного конструктора предприятия «Звезда» Семена Алексеева. Все задуманные планы, которые были задуманы проектировщиками и администрацией городского округа Люберцы, задуманные, все выполнены. Построен прекрасный сквер, детская игровая площадка, качели. Благоустроили, осветили, ну скажем так, все выполнили в том соответствии, в котором было необходимо это делать. Я думаю, здесь детям будет хорошо, приятно и будут развиваться. Площадь сквера – около полутора гектаров. Игровая площадка рассчитана на детей среднего и старшего возраста. Благодаря спортивным элементам школьники смогут развивать свои физические навыки. Спасибо, скажем, за поддержку губернатору Андрею Юрьевичу и всем строителям, которые реализовали место, украсилось. Поэтому родителям, конечно же, терпение. Ребята, вам учиться хорошо. Занимайтесь спортом, учитесь, набирайтесь здоровья, становитесь самыми умными и счастливыми. В ближайшее время на благоустроенной территории начнется установка опора освещения. Во избежание вандальных действий сквер находится под круглосуточным видеонаблюдением. В следующем году в Люберцах стартует реализация еще одного масштабного проекта – реконструкция Центрального парка. Перед тем, как приступить к разработке концепции благоустройства, власть муниципалитета совместно с проектировщиками провели встречу с жителями. Какие пожелания озвучили люберчане, узнаем в следующем сюжете. Центральный парк – визитная карточка Люберец. Центральный парк находится в самом сердце города и притягивает к себе внимание в любое время года. В рамках государственной программы следующим летом начнется благоустройство зоны отдыха. Территория парка будет расширена за счет реконструкции стадиона «Торпеда». Это бывший стадион, он был перпендикулярно Октябрьского проспекта, а сейчас он расположен будет, как сказал, уже параллельный. Вот здесь фок. Соответственно, вот эта территория вся остается пустой, ее тоже нужно обязательно учесть, благоустроить, привязать дом культуры, где у нас памятник Ленину стоит, вот эти все примыкающие зоны, все это увязать вплоть до вот этого крайнего места, крайней точки, где будет расположен термальный комплекс с бассейнами, со всеми водными такими оздоровительными и развлекательными процедурами. То есть наш парк преобразится, будет очень насыщенный, нам нужно все охватить. Какой будет зона отдыха и чем наполнит парк, решать жителям. Чтобы понять потребности и запросы всех слоев населения, проектировщики предложили пройти письменный опрос. На столах лежат три листа. На первом листе с проблематикой вы будете описывать моменты в парке, которые вам не нравятся, которые вам неудобны, которые вам не нравятся визуально или функционально. На втором листе вы отмечаете ценности парка, то, что вам здесь нравится, как вам нравится проводить время летом, в холодное время года, на праздники. И на третьем листе, последнем, вы будете уже предлагать свои идеи. Что, что вам здесь не хватает, чего бы вам хотелось здесь. Мало скамеек. Скамейки нужны с навесами, чтобы от солнца и от дождя защищать. Мало аттракционов для детей и взрослых. Потом мы предлагаем сделать колесо обозрения. Качели лодочками, как раньше были давно в Советском Союзе. Летние кафе недорогие и зимние тоже недорогие, чтобы стакан чая не стоил 200 рублей. И мало туалетов, всего один на парк. Вот у нас шесть пунктов от нашего восьмого стола. Все пожелания и предложения, которые жители округа написали на карточках, возьмут в работу. При разработке концепции благоустройства учтут мнение каждого. Луиза и Геозарян, Денис Заугольников, Люберецкое телевидение. Система здравоохранения продолжает развиваться. В больницы и поликлинике городского округа поступает новая медицинская техника, предназначенная для лечения, диагностики и реабилитации пациентов. Московский областной центр охраны материнства и детства пополнился современным оборудованием, необходимым для выхаживания недоношенных малышей. Покажем его в сюжете Луизы и Геозарян. «Самое главное, что он постоянно в готовности. Его не нужно готовить. То есть в любое время суток, как только они идут в родзал или в операционную на преждевременные роды, они идут только с ним туда и назад везут его. Все роды до 35 недель только кювесные». Оборудование, предназначенное для спасения самых маленьких пациентов, Люберецкий роддом получил около месяца назад. Отличие этого транспортного кювеса в том, что он способен работать без подзарядки. В нем постоянно поддерживается определенная температура, влажность и кислород. Еще одна новинка в отделении реанимации новорожденных – высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких. Он также предназначен для малышей, которые появились на свет раньше срока. «Это программа здравоохранения Подмосковья, и одна из подпограмм – это акушерство. То, что касается женщин беременных, родильниц и новорожденных детей. В особенности тех новорожденных детей, которые рождаются до срока. Это маленькие дети и очень маленькие дети – от 500 грамм до полутора килограмм. Эти детки рождаются в родзалах, рождаются в операционных, в тюм операции кесарево сечения. И первая помощь оказывается прямо непосредственно на Песе. Вот такое оборудование, оно как раз для тех лечебных учреждений, тех перинатальных центров, где рождаются детки преждевременно. Мы как раз и тот центр, куда направляются беременные женщины с угрозой преждевременных родов и непосредственно с преждевременными родами». До конца этого года Московский областной центр охраны материнства и детства получит многофункциональные операционные столы, эндоскопическую стойку в отделении гинекологии и так называемые автоматические капельницы-инфузоматы. Луиза Игия, Зарян Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. «Безопасность на дороге, травматизм на железнодорожных платформах и обман в интернете. Все это представители силовых ведомств обсудили на общегородском родительском собрании «Безопасное детство». Там работала и съемочная группа нашего телеканала. В зале больше 200 человек – родители воспитанников детских садов и школ со всего городского округа. Главная тема собрания – обсуждение совместных действий учреждения образования и родительской общественности, сохранение жизни и здоровья детей и их безопасности. Сегодня мы именно на базе новостройки в новом микрорайоне собрались с вами, уважаемые родители, и всем по важнейшему вопросу – это вопрос безопасности. Мы сегодня пригласили на наше общегородское родительское собрание сотрудников, представителей многих структур, которые являются с нами и партнерами, и добрыми друзьями, и вместе с тем являются еще и надзорными органами над выполнением тех задач и поручений, которые ставятся нашим образователям учреждениями. Собрание прошло в формате диалога о том, как важно разговаривать с детьми о соблюдении правил дорожного движения и использовании средств индивидуальной мобильности, напомнил начальник отдела госавтоинспекции Илья Атаманов. Первое, что вы должны понимать, без иллюзий, не надо пытаться запретить ребенку управлять электросамокатом, электровелосипедом. Мы никуда не денемся от прогресса, который каждый день нас окружает. Поэтому вы должны четко довести до детей. Это большая ответственность. Электросамокат должен эксплуатироваться только на тротуаре с определенной скоростью, и электросамокат не должен наезжать на проезжую часть. Еще одна важная тема – детский травматизм на железной дороге. С начала года на территории линейного обслуживания Москва-Рязанская зафиксировано семь случаев травмирования в результате зацепинга. Из них три со смертельным исходом. Хотелось бы родителям подсказать, как выявить своего ребенка, что он занимается зацепингом. Характерные признаки занятием зацепингом у несовершеннолетних являются внешний вид. А именно одежда и спачка с маской от движенного состава имеют характерный запах. Также при себе несовершеннолетний может иметь проявленные перчатки, волоклавы и маски. Также обсудили тему вовлечения несовершеннолетних в противоправную и преступную деятельность. Экстремизм и терроризм в молодежной среде и методы родительского контроля. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. В Люберецком техникуме имени Юрия Гагарина открылись новые образовательно-производственные классы. Теперь студенты не только изучают теорию, а с первых дней учебы погружаются в практику. О новых мастерских, которые открылись в Красковском корпусе техникума, расскажет наш корреспондент. У нас запускается в автономном режиме, он летит и непосредственно засеет. То есть вот здесь специальная система управления, которая открывает, позволяет это в нужный момент высыпать. В марте этого года Люберецкий техникум прошел конкурс в Министерстве просвещения Российской Федерации и выиграл федеральный грант на 100 миллионов рублей для создания образовательно-производственного центра. Теперь новые учебные участки оснащены высохотехнологичным оборудованием, на котором работают студенты. Новые мастерские открылись в этом корпусе, в корпусе Краскова, потому что у нас комплекс лабораторий. Мы выиграли конкурс «Профессионалитет», федеральный проект «Вектор», который задан президентом нашей страны. В этом году у нас появились и новые направления, в связи с этим открыты новые зоны по видам работы. Это мастер слесарных работ, очень востребованное направление, поэтому впервые у нас был набор. Лабораторий на химический анализ, оптика, полимерные и композитные мастерские. Эти классы максимально приблизили подготовку кадров к потребностям предприятий. Александр Данилов поступил на специальность лаборант химического анализа. Он учится на первом курсе, но уже с первых дней понял – с этой профессией хочет связать жизнь. Эта профессия заключается в том, чтобы контролировать качество любого сырья на разных производствах. Я выбрал эту профессию, во-первых, потому что она универсальная, то есть можно пойти в разные отрасли. То есть можно пойти в оборонку, можно пойти в медицину, можно пойти на строительство. Студенты, прежде чем приступить к практике, в обязательном порядке должны присутствовать на лекциях. Мы должны ознакомиться с материалом, да. Они должны ознакомиться с техникой безопасности, со средствами индивидуальной защиты. Только после этого они могут допускаться в лабораторию. Новые классы проверил и глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Техникум развивается. Профессия очень востребованная. В этом году набор на каждое место наш техникум превышал 8 человек на место. И, конечно, это престиж, это гарантия получения профессии, которая будет необходима на каждом технологичном сложном предприятии. Всего в Красковском корпусе создано 6 учебно-производственных участков. В техникум в этом году по новым направлениям поступило 375 человек. На пляже Кореневского карьера прошли товарищеские соревнования по волейболу среди участников клуба «Активное долголетие». Спортсмены старше 55 лет показали хорошую физическую подготовку и яркую игру. За соревнованиями наблюдали и мы. Для этих людей здоровый образ жизни не просто слова, а девиз. Ежегодно участники клуба «Активное долголетие» из разных городов собираются, чтобы посоревноваться в пляжном волейболе. Этим турниром спортсмены закрывают летний спортивный сезон. На сегодня приехало 5 округов и будет 3 места. Это сближает наши округа. Уже все сдружились, потому что в течение двух лет уже неоднократно у нас такие игры происходят. И участники с большим удовольствием собираются, потому что это очень большой заряд бодрости долголетом дают. Всего 5 команд. Из Королёва, Сергеева Посада, Егорьевска и других городов Подмосковья. Соревнования проходили по правилам пляжного волейбола. По итогам жеребьевки первая партия люберецкой команды состоялась со спортсменами из Реутова. Игра закончилась со счетом 21-16 в пользу Люберец. Ну, игра так в одном темпе прошла. Мы, конечно, доминировали. Но мы все лето играем в этот формат 2 на 2. Соперник чувствуется не очень в этой игре осведомлен. Ну, я сразу по опытным взглядам видел, что соперник нам по зубам, поэтому в победе не сомневался. Мы играли с Люберцами. Судя по надписям на майках, чемпионы Подмосковья. Вот. Ребята опытные в пляжном волейболе. У нас волейбол как бы обычный, в зале 6 на 6. Поэтому была некоторая как бы скованность и отсутствие пляжного опыта в пляжный волейбол. По итогам соревнований первое место заняла люберецкая команда. Эта победа пополнила копилку достижений участников новым кубком. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение. Союз Тэквондо России в этом году запустил новый проект. Профессиональные соревнования смешанных команд про Тэквондо Тур 2024. Первая встреча финального этапа масштабных состязаний прошла в городском округе Люберцы. Наша съемочная группа подготовила сюжет о ярком спортивном празднике. Не просто спортивные соревнования, а целое театрализованное шоу. Перед тем, как на Большую арену Триумфа вышли участники состязаний, гостей мероприятия развлекали яркими, необычными номерами. Тематика выступлений артистов неразрывно связана с родиной Тэквондо Кореи. Самым впечатляющим стал выход демонстрационной команды Союза Тэквондо России. После мастер-классов и показательных выступлений на сцену по очереди стали выходить участники поединка. Лицом к лицу встретились две сильнейшие команды страны, в составе которых олимпийские чемпионы, притеры чемпионатов мира, а также спортсмены, завоевавшие лицензию на Олимпиаду в Париже. Это профессиональный спорт. Вы видели лучших спортсменов России, которые в таком формате никогда не сходили. Наверное, определенного рода толчком принятие этого решения случилось так, что мы не попали на Олимпийские игры. Мы отобрались, мы программу выполнили, и у нас появился небольшой свободный кусочек времени, в котором оказались незадействованные сильнейшие спортсмены. Мы решили этим воспользоваться и провели этот турнир в кратчайшие сжатые сроки. Финальный бой первого тура состоялся между командой Москвы, которая победила в отборочном этапе, и сборной Союза Тэквондо России. По итогам трех раундов победа досталась второй. В этом месяце в стране пройдет еще четыре подобных турнира, а масштабный проект про Тэквондо тур организаторы сделают ежегодным. В Люберцах стартовал открытый областной турнир по фехтованию на рапирах. Более 450 участников из 16 регионов России будут сражаться за звание лучших на протяжении четырех дней. Как прошел первый, узнали мои коллеги. Люберцкая рапира в городском округе проходит уже шестой раз. Девушек и юношей ждут четыре соревновательных дня. В первый на площадку физкультурно-оздоровительного комплекса вышли 174 юные спортсменки со всей России. Они сражались в возрастной категории до 12 лет. Он стал уже традиционным. Проводим среди двух возрастов. Значит, на этом турнире, на данном, очень большая география присутствия регионов. У нас участвует 16 регионов России и плюс Республика Беларусь. Призеры будут награждены дипломами, медалями. Победители будут награждены кубками. Основные качества, которые развивает фехтование – ловкость, выносливость и скорость. Люберцы на открытом турнире представляли шесть спортсменок. Среди них – Ева Ваганова. Она посвятила фехтованию больше пяти лет и становилась победителем и призером международных и областных соревнований. Свой первый бой закончила победой. С таким результатом хочет дойти до конца соревнований. Я начинаю действовать по ходу боя. Смотрю за соперником, изучаю его, что с ним надо будет делать, как его победить. Я уверена в своей подготовке. Мы занимаемся пять раз в неделю. И я делаю то, что люблю. Победителей турнира определяют каждый соревновательный день. Закрытие Люберецкой рапиры состоится 22 сентября. А на этом выпуск завершен. Еще больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях либо на нашем сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова